Всем привет! С вами Ольга Чернова, сегодня 16 марта. Вот в этом году у нас в огороде освободится, наверное, много места, потому что я, помните, показывала теплицы, которые во время осеннего урагана у нас унесло. Также сломало много фруктовых деревьев. Вот эти груши прям были большие, видите, как такие здоровые стволы, все сломило. Все это будем, наверное, обрезать, отпиливать, выбрасывать. Освободится место для томатов и перцев. Вот сегодня вышла, первый раз хочу пробраться к теплице, где я сеяла в том году 14 марта зелень. Я сегодня как раз видео старое нашла, выложила и в свою группу, огородная азбука и в Одноклассники. Вот иду очень долго, снег влажный, много. Сегодня, не знаю, дойду я до последней своей, которая на горе теплицы или нет. Но уже, ой, уже наступило время, когда нужно снова задумываться о посевах ранней зелени в теплицах. Вот в этой теплице я в прошлом году сеяла раннюю зелень и рассказывала вам. Сейчас многие, кто в прошлом году не смотрел, не сеял рядом вместе со мной, спрашивают, как сеять так рано, не замерзнет ли все. Ой, вот теплица еще у меня здесь не убранная, первый раз я зашла. Вот это фронт работ мой на будущую неделю. Все почистить. О, боже мой! Даже во время бури, оказывается, открылась дверь и всю зиму была дверь открыта. Все почистить, вскопать землю, сделать грядки и приходить в конце марта сеять капусту, салат. Вот, там, ну вот, зелень, которая не боится. Да, и зачем я все это начинаю? Кто-то уже спрашивает, как же сеять, еще же будут морозы и минусы. Мы сеем рано те семена, которые не боятся морозов, которые сеют люди, некоторые даже под зиму. Салат можете сеять смело. Все эту зелень, петрушку, укроп, они пока полежат, пока набухнут, солнце пригреется, они взойдут. Капусту в конце марта можно сеять смело. Смотрите видео мои прошлогодние, где она в сугробах, под снегом, потом она прекрасно растет, ей еще лучше в холодных условиях. Сейчас посмотрим, температура какая в теплице. Даже при открытых дверях, видели, у меня двери были открыты, плюс 17. Если я сейчас закрою дверь, откину снег, тут будет 30, 25, 30 градусов. Можно сеять все. Семена однолетники, вот эти все астры, бархатцы, алисум, что там еще, сейчас скажу. Амарант хвостатый, метельчатый, всякие, все, все, которые размножаются самосевом, все их можно сеять в конце марта, что я делала. И я показывала, как вырастает салат, как вырастает лук на зелень, как вырастает капуста в холодной теплице. Вот наши теплицы, у кого есть, их, конечно, нужно использовать. Те, которые предназначены для томатов и для перцев, сейчас как раз месяц-полтора, тот прекрасный период, когда мы можем что-то до высадки томатов и перцев вырастить еще здесь. Вот я капусту всегда выращиваю в тех теплицах, где растет потом томат и перец. Сейчас выращу рассаду, посею, выращу рассаду, распикирую потом в открытый грунт, а на их место высаживаю томаты и перцы. И вот у меня получается такой севооборот. Даже для земли очень полезно, что до томатов и до перцев порастет там капуста. Она относится к другому совсем виду, классу, и она как немного почву исправит, подготовит для томатиков. До свидания, вот сегодня 16 марта. Я пытаюсь смотреть, что в огороде уже можно посеять, где что. Вот буду готовить теплицу, когда я приду сюда сеять салат, капусту или цветы однолетники. Я обязательно все это сниму и покажу вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова